В сеть слито видео российского эвакуационного рейса из Алматы, из Казахстана. Значит, Ил-76, я сейчас просто, понимаете, это надо видеть, эту скотовозку надо видеть. Значит, Ил-76, грузовой, естественно, и там сидят люди, кто на полу, кто на каких-то жутчайших скамейках, кто на... Вы знаете, условия, вот вы ездили когда-нибудь в Оренбурге, на окраине Оренбурга, в маршрутке. Не, лучше даже на окраине Челябинска где-нибудь, да, в заводском районе, в конченой маршрутке. Ездили, не? Наверное, некоторые ездили. Так я вам скажу, что Челябинская маршрутка по сравнению с российским Ил-76, это пацаны-во. Я вам скажу, что в Челябинске вот эти вот кореша, которые ездят на этой маршрутке, они себя чувствуют людьми по сравнению с теми россиянами, которых Путин, так сказать, эвакуирует из Казахстана. Сказать, что там скотские условия, ну это просто ничего не сказать. Они там друг у друга на голове. И это каша. Я сначала думал, честно, я сначала думал, что это показывается, знаете, вот этот коридор в какой-то из российских поликлиник. Вы сами знаете, какая это жуть, кошмар, ужас и катастрофа, когда вот там вот эта орда перед этими кабинетами, эти бабки, эти очереди, эти проклятия, это все, ну Россия в своем репертуаре, да. И грязь везде, грязь, 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 облупленные стены, да. Оказалось, это даже не российская поликлиника. Это еще хуже, ребята, это российский самолет. Это, ребята, капец. Знаете, еще одну вещь вспомнил. Когда начался вот эта вот вся эпидемия с ковидом, израильтяне делали эвакуационный рейс для своих дембелей. У них дембеля всегда после армии летят в Южную Америку, ну отрываться, 3 года в армии, а потом они в Южной Америке, там дают чёсу. Ну некоторые в Южной Америке, а некоторые в Таиланде. Ну кому как, они на полгода едут. Одни в Таиланде, другие в Южной Америке, а некоторые совмещают то и другое. Но уезжают все абсолютно. И вот израильтосы делали эвакуационный рейс. Там, по-моему, 3 самолета было, потому что их там много. Там из Перу, по-моему, эвакуировали. Ну там в общей сложности много было, я не помню уж сколько. Я вспоминаю те самолеты. Это были Боинги 777 авиакомпании «Эляльца». Все сидели в мягких креслах, все пели песни, все довольные были. Естественно, за счет государства это все делалось. И вот, вспоминая те рейсы, и смотрю на вот эту скотовозку, остается там сказать одно. Вот когда смотришь на Таиланде 76, вот так вот. Алло, а ты оплатил проезд? А ну-ка передай.